Израиль собирается урезать финансирование Палестины. По данным спецслужб, автономия поддерживает террористические организации. Насколько оправданы эти подозрения, разбирался Сергей Ауслендер. Поддержку, которую новый американский президент демонстрирует по отношению к Израилю, в Иерусалиме восприняли как руководство к действию. Если раньше Израиль отбивался от своих идеологических противников, то теперь, что называется, перешел в решительное наступление. Первым под удар попало агентство по делам палестинских беженцев Бапор. Израильские власти заявляют, что эта организация не только не решает проблемы беженцев, а лишь усугубляет их, чтобы осваивать гигантские средства. Бюджет Бапор около миллиарда долларов в год, даже чуть больше. Это примерно четвертая часть всего финансирования ООН. При этом количество беженцев не уменьшается за 50 лет существования этой организации, а условия, в которых они живут, по-прежнему остаются очень тяжелыми. В значительной мере именно существование Бапора и его действия не решают проблему палестинских беженцев, а лишь усугубляют ее. Пришло время для того, чтобы ликвидировать Бапор и объединить его с комиссариатом ООН по делам беженцев. Кроме истории с Бапор, израильские власти готовятся принять законопроект, ограничивающий выплаты палестинской автономии. По договоренности между Иерусалимом и Рамалой, все налоги, которые палестинские рабочие платят в израильскую казну во время работы на территории еврейского государства, переводятся властям автономии. А те, как выяснилось, из них платят зарплаты террористам, находящимся в израильских тюрьмах. Зарплаты, кстати, немаленькие. Если срок от 2 до 5 лет, это примерно 700 долларов в месяц, от 10 до 15 лет, около 2000 долларов. Если приговор до 30 лет тюрьмы, то выплаты достигают 12 тысяч шекелей, это примерно 4 тысячи долларов. При этом после освобождения террористы получают одноразовую выплату, ее размер колеблется в зависимости от реального времени, проведенного в тюрьме, плюс различные льготы, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование и тому подобное. Это при том, что средняя зарплата в палестинской автономии около 700 долларов в месяц, а в Израиле около 2000. Так вот, законопроект предусматривает сокращение выплат автономии ровно на ту сумму, которую Ромало переводит террористам. А это, как выяснилось, около 7% от всего бюджета автономии. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.